МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не будем наглитать и усугублять сегодня в программе. Накануне вечером на Серовском тракте пьяная компашка на двенашке возвращалась домой. Сначала они бортанули лансер, а затем залетели над Ситроен. Итог дорожной жути – двое погибших четверо в больнице, в том числе пьяный водила в коме. Ночью в Шабрах предположительно из-за злодейского поджога сгорел двухэтажный барак. Десять семей остались без крыши над головой. В Рижее накануне почти весь город пять часов прожил без газа. В качестве превентивной меры устрашения из-за газовых долгов. Натуральный получился бизнес-шантаж на фоне эвальвации рубля. Почти 12 лет на троих. Правда, условно схлопотали сектанты-неопятидесятники, которые за деньги держали в заперти алкоголиков и наркоманов и промывали им мозги сектантскими молитвами и новой трактовкой библейского исхода. Наркополицейские задержали в Екатеринбурге парня с Донбасса, который привез на Урал 770 граммов синтетической дряни и планировал устроить наркоторжище через закладки. Накануне в тагильскую тюрьму попал гималайский медвежонок Тедди. Он приехал в гости с дрессировщиком. И на творческом вечере Мишка проделывал всякие акробатические экзерстисы и позволял тюремщикам гладить себя. Ну а теперь обо всем этом и многом другом в нашей программе подробнее детальнее. В первую очередь чудовищная жатва автомобильного алкоголизма. Лада, набитая пьяной компанией, вылетела навстречку и правым боком, подчеркиваю, правым, а не левым, как обычно, боком, шоркнула встречную. Митсубиси лоб в лоб влетела в Ситроен. Двух пьяных девушек сразу насмерть, все остальные искалечены. Один сломал даже пятую точку. Вот вчера в сходной автокатастрофе был сломан копчик. Ну а теперь была сломана вся, ну, мягкая пятая точка была сломана, да. Вчера в 5 часов 40 минут пополудни, то есть уже в кромешной тьме, на 168-м километре Серовского тракта случился смертоносный, ну, точнее, даже дважды смертоносный замес. Бухой 53-летний пилот двенашки не справился с рулем, выскочил на чужую, по касательной зацепил Митсубиси ланцер и далее лоб в лоб влетел в Ситроен С3 Пикассо. В итоге двое убитых, четверо раненых. Казалось бы, история страшная, грустная, вот кто-то еще не дожил до Нового года, но, скажем прямо, эта катастрофа не из ряда вон. Подобные жесточайшие замесы с боковым касанием и лобовым тараном уже случались у нас в горах и неоднократно. Но есть у этой жести своя фишка. Дюжина зацепила ланцер боком, да, но, прикиньте, не левым, а правым. То есть двенашка вылетела на чужую не на несколько лишних сантиметриков, а на пару метров. Супруги Пономаревы в ланцере выжили благодаря чуду и хорошей реакции пилота. Я ехал из Тижнего Тагила в сторону Сырова. Скорость движения? Скорость примерно 90-100. Больше. Я обогнал Ситроэн синий. Вот это, да? Да. Обогнал, и потом, естественно, поток вылетел в 12-е. Я ушел. В 12-е это совершал какой-то маневр или просто вышел? Он просто вылетел. И его начало кидать, его повело в сторону обочины. Я ушел ближе к центру дороги. Он мне, получается, зацепил. На правую часть, на правую. На правую часть, на заднюю. И все, и потом я уже остановился. Мы ехали, был большой поток машин по встречной. И выезжает машина, то есть я фары увидела на встречной. И та машина стала на обочину, а мы, получается, что по своей полосе. И нас только заднюю часть, машину даром. Задела. И дальше я ее зацепила. Я еду, но я смотрю, что перед машиной машина вообще в разные стороны. Смотрю, машина идет на правую стречку, даром, на обочину. И потом менялся только. Не знаю, куда было, что я не поняла. В машине «Ситроен» пострадала женщина, 71-го под рождением водителя. В машине «Ситроен» погибло два человека и пострадало три человека. Водитель 12-й модели предварительно находился в состоянии алкогольной применения. В результате пьяного вылета дюжины на встречку погибли две пассажирки «Лады» 20 и 26 лет от роду. Сам виновник катастрофы получил ЧМТ, переломы обеих голеней и рану брюшной стенки. Его 26-летняя пассажирка отскочила раной головы, а вот 45-летнему пассажиру медики надиагностировали страшную вещь – перелом вертлужной впадины. Вот вчера мы рассказывали о замесе, в котором пассажиру BMW X5 оторвало копчик. Так вот, вертлужная впадина – это из той же области. Но если кто не знает, это глубокая впадина, образованная подвздошной, лобковой и седалищной костями вместе их соединения, и являющаяся суставной ямкой тазобедренного сустава. Ну, в общем, поехал этот пассажир с набуханным водилой на свою, ну, скажем так, вертлужную впадину. Четвертой пострадавшей в этой автокатастрофе стала 33-летняя пилотка Ситроэна Пикассо. Она, походу, сильно ударилась о вздувшуюся наволочку безопасности и во время интервью била себя в грудь. За что была на скорой увезена в ближайшую лечебницу. Зато живая. А в дюжине подушек не было. Почему 12-модель на встречу ушел? Ну, не знаю, я хочу, может, он стал, может, там, впереди с кем-то его отбросит. Может, он обгонял, там, вот так. Плохо видно, темно, видно, что машин слабый, значит, сейчас, может, скакать. Вот, там, впереди, далеко, довольно-таки дня. Хорошо, я понял. Внимание, жильцы горящего дома. Просьба собраться возле дома. 30 лет. Сегодня ночью в поселке Шабры, к югу от южной подстанции Екатеринбурга, сильнейший пожар уничтожил многоквартирный дом, оставив 10 семей без крыши над головой накануне нового года. Предположительная причина – пьяная месть недавно освободившегося с зоны полусоседа. Да я уверен, что он поджел. Я на 100% полушел, и через 15 минут я в подъезд вышел, в подъезде полухая. Больше никто не заходил, не уходил. Сигнал о возгорании по адресу Высокогорская, дом 40, в Шабрах, огнеборцы получили в 15 минут третьего. Первый же расчет по прибытии потребовал подмогу. По повышенному номеру в Шабры помчались пожарные из Екатеринбурга и горного щита. К тому времени местные жители уже вовсю выносили пожитки, а мужчины до последнего пытались сдерживать огонь своими силами. Понимая, что дом деревянный и сгореть, если что, может, как спичка, многие держали в квартирах огнетушитель, да не один. Дом двухэтажный, в пятой степени огнестойкости, щитовой. Всего было 12 квартир, из них 10 жилых. Проживало 23 человека. Все люди эвакуированы. В зоне пожара принял участие 57 человек состава, 14 из техники. В воду на тушение два ствола А, три ствола Б. Возгорание около двух часов ночи заметил неспавший обитатель квартиры номер один. Услышав потрескивание, за дверью он открыл ее и обнаружил, что коридор уже вовсю полыхает. А за несколько минут до того, в пустующую квартиру над ним, ломился тот самый свежеоткинувшийся родственничек бедовых соседей. Ни квартплату не оплачивали, ни вместе, вот тут нас тут, канализацию выкачивали, никогда не скидывались. Вот. И вот ночью пришел сын, один из их сын пришел. И долбился в пол первого ночи. Вот. Мы его выпроводили из подъезда. Он не угрожал, что я подожгу. Нет, он не угрожал. Он сказал, я разберусь. Я говорю, у вас долгов здесь, я говорю, вы не живете, ну, только пьете здесь, говорю, толком не живете. Вот. Он говорит, ну, я разберусь, сказал. Версию о коротком замыкании электропроводки, как о возможной альтернативной поджогу причине гибели целого дома в огне, опровергают сами погорельцы. Ну, свет до последнего горел, то есть, это что не замыкание, это точно было, потому что, то есть, дом уже наполовину, уже полыхала крыша, свет еще горел. То есть, потом тут уже как бы оборвало линию. Работу пожарных осложняла прежде всего обезвоженность, из-за которой в тушении пожарища площадью 360 квадратных метров случались паузы до того, как была проложена полутора километровая магистраль от ближайшего гидранта, а потом и передвижной водоем доехал до места происшествия. Ну и газовые баллоны, оставшиеся в некоторых квартирах. Значит, сейчас все проблемы с жителями по расселению решаются. Значит, на 10-30 запланировано заседание ПЧС поселка. Сейчас пока жители отмечены всего родственников. Но готовы для размещения пункта временное отмечения в администрации и в средней школе. Вчера вечером на небольшой рабочий городок с хирургическим, не дожидаясь перитонита, названием «Реш», обрушилась устрашающая своей циничностью и беспощадностью напасть. Компания «Газекс», снабжающая город голубым топливом, в 5 часов пополудни прекратила поставки газа на три городские котельные, которые остановили свою деятельность. И в итоге без отопления и горячей воды в разгар декабря остались 75 социально значимых объектов и 440 жилых домов, в которых обитает 31 тысяча человек. Если учесть, что население Режа, по данным крайней перекиси населения, 37,5 тысяч, то можно сказать, что весь город, за исключением, видимо, небольшого частного сектора, остался без тепла. А вчера было 15 декабря, не июля, хотя у нас и в июле-то не курорт, а декабря. По счастью для жителей Режа, акция устрашения газовиков пришлась на оттепель. Да-да, на обычную уральскую декабрьскую оттепель. С крошечными минусами и продолжалась на 5 часов. Глядя из Екатеринбурга, с теплого дивана можно сказать, что всего-то каких-то 5 часов. Жителям Режа так не показалось. Вздрогнули все. Не знаю, произносились ли горожанами такие, уже, к сожалению, привычные нашему уху слова «война», «фашисты» и «дррр». Но, судя по тому количеству гневных электронных писем, которыми режевляне забросали нашу «красную акцию», ну, то есть «редоакцию», ужас в городе был нешуточный. Формальным поводом для обезгаживания Режа стал долг города перед газовиками в 8 миллионов рублей. В принципе, это не самая лютая задолженность на просторах нашей области. И ничто, казалось бы, не предвещало. Но компания «Газекс» учинила эту акцию устрашения именно в Реже. Все это очень сильно напомнило шантаж. Такое впечатление, что газовики, глядя на то, что творится с рублем, долларом и евро, решили нанести этакий пробный удар. Дескать, держится ли власть? Или кто-то себе возомнил, что все будет как в лихие 90-е, когда город посреди зимы отключить от отопления было несложно, мягко говоря. Но власть удар шантажистов выдержала. Губернатор направил в Реж вице-премьера Сергея Зарянова. Тот убедил режевские власти отыскать в городском бюджете 8 миллионов и заплатить газовикам. В итоге вчера в 10 часов вечера газ был подан на котельные. И ближе к сегодняшнему утру батареи в Реже согрелись до нормальных горячих температур. Казалось бы, конфликт исчерпан. Город с долгами расплатился, газ, отопление и горячую воду дали. Все вроде как при своих. Но возникает вопрос, насколько морально и юридически допустим такой газовый шантаж посреди зимы. Как сказал вице-премьер Сергей Зарянов, цитирую. Действия газоснабжающей организации, прекратившей подачу газа на котельные в период отопительного сезона, однозначно противозаконны. Есть решение регионального штаба по энергобезопасности, обязательное для безусловного выполнения всеми субъектами энергетического и коммунального комплекса Свердловской области. Согласно которому прекращение ресурса снабжения в период отопительного сезона недопустимо. Ведь это прямая угроза энергобезопасности региона, жизни и здоровью людей. И я убежден, что действием газоснабжающей организации должна быть дана соответствующая правовая оценка. Конец цитаты. И на посошок этот газовый шантаж может стать хорошим освежающим душем для тех, кто сидит на русском газе и пугает нас санкциями. Посмотрите, как мы своих не щадим. И в декабре на 5 часов целый город лишаем газа. Ну, в общем, бей своих, чтоб чужие от ужаса из сортира не вылезали. Хотя, сами знаете, хотят ли русские войны? А вы спросите-ка у тишины. В Нижнем Тагиле водителя, потерявшего управление своей машиной, очевидцы приняли за пьяного. Эта авария попала в объективы сразу двух видеорегистраторов очевидца. Сначала минивэн Ford Transit Connect появился в кадре регистратора заднего вида автомобиля очевидца, свернувшего на улицу Аджоникидзе в направлении восточного шоссе. И некоторое время двигался за ним, точно повторяя траекторию, объезжая ямы и наледи на проезжей части. Но затем 34-летний водитель Ford как будто уснул за рулем и выкатил на встречную полосу левыми колесами, цепляя обочину. В это время счастливый обладатель двух видеорегистраторов остановился на красный сигнал светофора, установленного на перекрестке улиц Аджоникидзе и Свердлова, а Ford продолжил движение и окончательно перенесся с проезжей части на обочину. Остановить его полет смогло металлическое ограждение, установленное у дома номер 4 по улице Аджоникидзе. По словам автора видео, убедившись, что водитель жив и способен самостоятельно выйти из машины, он покинул место аварии. Однако, возвращаясь через некоторое время, он вновь застал водителя Ford. Этим видео очевидец, к сожалению, не поделился, однако прокомментировал свои наблюдения информационному сайту Tagil City. Цитата. Нарушителя сразу же заблокировали погрузчики УБТ-сервисы, это дорожно-эксплуатационная компания Уралвагонзавода, которые в это время были неподалеку. Он стоял пьянющий и отгонял погрузчики, чтобы выехать. Хотя он бы не выехал, ему колеса оторвали, рассказывал Tagil City тагильчанин. Между тем, утверждение об опьянении водителя минивэна родило в нас сомнение. Пьяный человек ведет себя на дороге иначе. Потеряв контроль над машиной, он судорожно начинает исправлять ошибки, отчего только усугубляет свое положение. Этот же водитель как будто на некоторое время потерял сознание. Нашу правоту подтвердили и в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. По их утверждению, 34-летний водитель Форда к освидетельствованию на состояние опьянения после ДТП не привлекался. А значит, никаких внешних признаков опьянения инспектора, побывавшие на месте аварии, за ним не заметили. В качестве причины аварии в протоколе значится несоответствие скоростного режима конкретным дорожным условиям. Скорее всего, именно состояние проезжей части и было предметом препирательства водителя с коммунальщиком. Однако, как видно на съемках, и превышения скорости никакого не было. Машины в кадре движутся со скоростью раза в два ниже максимально разрешенной в городе. Похоже, мужчина все-таки утаил от гаишников истинную причину происшествия. Но и мы, неясновидущие, гадать не будем. Спустя две минуты в нашей программе много автокатастроф. Среди прочего, полиция презентовала пьяного Дениску, того самого которого вчера по всему Эльмашу на капоте катал полицейского. Потом его сбросил на рельсы, а потом под видеорегистратор уничтожил тринадцатую «Жигуль». Денис оказался не только пьян, он еще и оказался лишенцем и необыкновенным молчуном. Ну и многое другое в нашей программе. ЭТИ ЛУЧШИЕ В Екатеринбурге И замолотил на проспекте космонавтов тринашку. И анализ показал, что гонщик Шаёхов во время погони был пьян. То есть мало того, что он был бесправ, ибо его их лишили в октябре этого года за пьянку за рулем, так он еще и был нажрат. Но тогда это хоть как-то объясняет его поведение. Согласитесь, трезвый, адекватный водилы не станет цеплять полицейского в форме на капот и таскать его полтора километра по Эльмашу. А еще интервью с задержанным Денисом показало, что он либо глухой, либо немой, либо глухонемой, либо боялся открыть рот, чтоб не вырвало. За всю нашу более чем 20-летнюю журналистскую практику нам впервые довелось столкнуться с тем, что задержанный не проронил ни слова. Скажите, пожалуйста, за что вы задержаны? За что вас ранее решали в водительской области? Ты что, глухонемой, что ли? Да. Понятно. Для тех, кто вчера вдруг был в тайге и не смотрел новости, вкратце разжую фабулу. В воскресенье днем пьяный бесправный пилот Шевроле Авиа, чтоб не сказать авиапилот, Денис Шаехов сидел в своем подорожнике, запаркованном на остановке общественного транспорта на Баумана 47 и громко слушал музыку. В это время мимо проезжал патрульный УАЗик ППС под управлением полицейского водителя, сержанта Сергея Рябкова. А впрочем, долой от себя тяну, слушаем информацию из первых уст, то есть самого героического копа Сергея. Он, в отличие от своего оппонента, молчаливостью не страдает. Патрулировали улицу Баумана, дворовую территорию. Проехав под арку между домом 47 и 49, нами был замечен автомобиль Шурроле Авиа, задняя часть которого была разбита. Номера были нечитаемы, автомобиль был полностью тонирован. Перекрыв спереди автомобиль, нами был замечен на водительском сидении молодой человек, который при виде патрульного автомобиля начал машинить свою птицу. Капитаном полиции Ерофеевским было принято решение проверить данный автомобиль на розыск, на угон, также молодого человека проверить на розыск. Выйдя из патрульного автомобиля, я двигался передней правой пассажирской двери, капитан Ерофеевский к водителю. Но неожиданно водитель начал двигаться назад, дернул ручник, его на месте начал разворачивать. И чтобы не попасть под колеса, я схватился за дворником. Также резко он начал движение прямо, набирая скорость. На одном из поворотов направо дворник данного автомобиля оборвало, я упал на проезжую часть. Падение Сергея Рябкова с капота произошло на перекрестке старых большевиков Войкова, на трамвайных рельсах. По счастью, его не переехал трамвай, его не замолотили ТСы на резиновых калошах. Храбрый сержант отделался лишь ушибом бедра. А вот у его оппонента Дениса Шаёхова приключения на этом не закончились. Он выскочил на проспект космонавтов и полетел под красные светофоры. Под стенами дома 158А он замолотил нос тринашке, которая на зелёной выезжала с прилегающей территории. Пилот тринаши Максим, выложивший эту свою беду в сеть, никак не ожидал, что под зелёный светофор можно попасть в замес. Он впал в шок и, по его словам, даже не знает теперь, куда обращаться. Не, ну ДТП гаишники ему, конечно, оформили. Но у Шаёхова нет ни прав, ни страховки. Так что, кто будет Максиму возмещать ущерб, он пока не знает. Завершилась эта детективная история, а какой детектив без погони, таков непреложный закон жанра, на космонавтов на выезде из Екатеринбурга, где Бухова-Шаёхова копы догнали и полонили. Для начала его оштрафовали за езду без прав, но после кровавой экспертизы ему придётся ответить и за пьяное руление. Права у него, понятно, уже не отберут, но 50 тысяч штрафов вынь да положь. Дело в том, что это пьяное вождение в жизни пилота Шаёхова было уже третьим. До этого его лишали прав за пьянку в 2008 и в октябре этого года. Вообще на нём висят 10 нарушений ПДД. Тут те и скорость, и красный, и даже управление неисправным автомобилем. Ну и, конечно, уголовной ответственности смолчили его Дэна никто не снимал. Сведит ему 318 УК. Насилие в отношении полицейского при исполнении. А это в пиковом случае до 10 лет зоны. Есть о чём помолчать. Я его вижу буквально второй раз. Накануне ещё за светлое здание рай суда на Уралмаше покинули трое и без наручников. Это были Виктор Зайцев, пастор Церкви Исход, которая, по мнению знающих людей, вхожа в международную религиозную секту неопятидесятников нового поколения. Старший брат Максим в миру, теперь и уголовном, известный как гражданин Фокин, он же ключник Уралмашевского реоцентра. И адепт секты из новообращенной паспы Артём Маланин. По приговору суда за незаконное удержание при сектантском реоцентре алкоголиков и наркоманов, добровольно и по нужде вставших на путь ложного исправления, они получили на троих почти дюжину лет. Но условно и чудом пролетели мимо тюремных нар. Пастор и старший брат заработали по 4 года условно, младший адепт огреб 3,5. В каком-то смысле это походило на ремейк библейского исхода, ветхозаветным подлинником которого старший брат Максим почивал реопленников от рассвета до заката. Фомане, верующий героиновый наркоман из прикамских березняков, в первый же месяц заточения в сектантском реоцентре, с виду больше напоминающим обычную частную избу, только с толстыми решётками на окнах и неприступной дверью, которую изнутри без ключника Максима никак не открыть, решил сбежать. Колониальный опыт пришёлся Фоме как нельзя кстати. Он расковырял затвор пластикового окна в ванной комнате и удрал из тюрьмы на улице Уральских рабочих 107, в которую на этот раз попал не просто добровольно, но за свои же деньги 14 тысяч рублей. С учётом оплаты доставки из себя в реабилитационную колонию строгого режима и сектантского уклона. В конце апреля сюда нагрянули силовики-следователи и чекисты и обнаружили 18 реабилитантов, штудирующих библейский исход. После реоцентра силовики наведались и в офис автономной некоммерческой конторы вместе, которая оказалась одним из филиалов сети реоцентров, созданных по всей стране пасторами нового поколения. На верхушке сектантской пирамиды новопоколенцев восседал гражданин Латвии Алексей Лидяев, которому въезд в Россию запрещен. Но его адепты-пасторы, глаза и руки верховного жреца по версии следствия, пытаются внедрить во власть своих людей, стремящихся к новому мировому порядку. Сними! Всякое ограничение! Всякое ограничение и страх! Ах! Ах! Что это значит в практическом преломлении? Пермяк Фома узнал на своей шкуре. После колонии он пристрастился к героину, но вскоре осознал, что на наркоте он долго не протянет, а сам соскочить с иглы парень не мог. В период особо тяжких раздумий после ломки рядом с ним появился случайный знакомый, как думал тогда Фома. В общем, это был Максим. Он подсказал героиновому наркоману, что путь к свободе лежит через Екатеринбург. В реоцентре ему помогут. После телефонного звонка за ним приехали четверо и увезли в зарешоченную избушку на улице уральских рабочих. Я просто как бы испугался, что четверо молодых выбросят и все... Но физическо-психическое население не помню. До Фомы и после тем же путем проследовали многие сбившиеся и подсевшие на наркоту парни. В момент визита села Ивков, там в доме Гришников, правда, находились 17 пацанов и одна девушка. На период нахождения в центре реабилитантам строго запрещалось покидать дом. Даже несмотря на то, что согласно договору, заключаемому с реабилитантами граждане, в праве были в любое время по своему желанию прервать прохождение реабилитационного курса и покинуть центр. Следствием также установлено, что обвиняемые грубо нарушали конституционные права реабилитантов на свободу и личную неприкосновенность, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства. Реабилитанты полгода находились в заперти, без врачей и лекарств. Их лечили молитвами неканонического толка и путчевали фильмами, которые в реабилитанты дважды в неделю привозил сам пастор Зайцев. Фома быстро осознал, что от такой, с позволения сказать, души спасительной парилки проку мало. Тяга к наркотикам никак не проходила. Следователи также установили, что в самом центре надлежащей медицинской помощи гражданам не оказывалось, так как обвиняемые ошибочно полагали, что людей можно избавить от зависимости путем оказания им немедицинской помощи. Фома удрал, и он был не единственным беглецом из тюрьмы нео-библейского исхода. Всего по этому делу проходили шесть пострадавших. Родственников, реабилитантов, братья тоже пытались охмурить. Приглашали их на просветительские курсы в группы созависимых. Реабилитация нового поколенца нео-пятидесятников влетала родственничкам алкоголиков и наркоманов в копеечку, что-то около 12 тысяч в месяц. Но не по касовому чеку, а в виде добровольных пожертвований. По мнению силовиков, так с создателем РИА-центра вместе проще было уходить от налогов. После суда журналистам не удалось получить комментарий у фастера Зайцева. Старший брат Фокин что-то пытался объяснить прессе, пока главный жрец подписывал бумаги. А потом вдруг замолчал. И без суда оба уходили бессловесными. Все, смотрите, вот где-то, кстати. Можете, пожалуйста, не держите. Кое-кто из наблюдателей полагает, что уголовный срок слишком мягкое. Наказание для сектанских братьев. Тем более, что раны, намеренно нанесенные заблудшим душам, не забинтуешь. И вся эта посеянная в мозгах хиромантия без следа не исчезнет. Убитую водкой печень на худой конец можно пересадить. А новую душу вряд ли где-то добудешь. В Нижнем Тагиле водитель Део Некси, подгоняемый своими пассажирами, спешащими на вокзал, проехал на красный свет и сбил пешехода. Эта авария произошла в минувшую субботу и попала в объектив уличной камеры сети Тагила. 24-летний, то ли официальный таксист, то ли бомбило, мчал по улице Победы со стороны космонавтов в сторону проспекта Мира. Пассажиры в его салоне опаздывали на поезд, и он решил проскочить перекресток с улицы Пархоменко на красный свет. Столкновение с машинами ему удалось избежать. А вот одного из двух пешеходов, успевших тому времени миновать более половины дороги, он, что называется, подцепил на капот. 50-летний мужчина перевернулся в воздухе и упал на асфальт. Рулевой Некси, как и пассажир, ехавший на переднем месте, поспешили ему на помощь, а вот другие пассажиры стали судорожно вызывать новый таксомотор. Еще до прибытия ГАИ и скорой на место происшествия, терапыги сумели остановить новое такси, перетащили в него многочисленный скарб, и даже не сумев закрыть багажник, продолжили свое путешествие в сторону железнодорожного вокзала Нижнего Тагила. Как сообщили ТАО в отделе пропаганды Свердловского УГИ БДД, пострадавший 50-летний пешеход был доставлен в центральную городскую больницу номер 4 Нижнего Тагила с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом плеча. На место происшествия выезжал начальник ОГИ БДД Нижнего Тагила Якоб Барбицкий. В отношении водителя Некси, стаж которого составляет 5 лет, был составлен протокол за нарушение правил дорожного движения, выразившиеся в невыполнении требований светофора. Задерживать нарушителя инспектора не стали. Признаков опьянения обнаружено не было. Наркокурьер с Донбасса задержан в Екатеринбурге с крупной партией синтетических наркотиков. Оперативники Свердловского управления ФСКН России по подозрению в хранении наркотиков задержали 22-летнего гостя уральской столицы. Молодой человек был остановлен на улице Островского вблизи ботанического сада уральского отделения Академии наук в Екатеринбурге. При себе у мужчины имелся термопакет, содержимое которого злостно противоречит российским законам. Купюра? Нет. Где нашла? Стодолларовую купюру в голливудских фильмах богемные герои используют для вдыхания кокаина. У задержанного никакого кокаина, конечно, не было. А потому и банкнота с лицом изобретателя молнииотвода Бенджамина Франклина оказалась не более чем книжной закладкой. Кстати, насчет закладок. Именно таким способом приезжий из Новошахтинска, Ростовской области, намеревался реализовывать свой товар. Значит, поясните, вы должны были забрать это вещество и расписать на более мелкие парки. С помощью чего вы должны были расписать? Какие у вас весы имеются? Да. Где они имеются? В вашем теле. В хостеле, то есть там, где вы остановились, да? В ходе досмотра вещей, принадлежащих приезжему, были обнаружены два типа запрещенных веществ. Курительная смесь, состоящая из растительного сырья, пропитанного синтетическим каннабиноидом, имеющим формулу N1-карбомоил, 2-метилпропил, 1-пентил, 1-H-индозол, 3-карбоксамид, внесенным в список запрещенных веществ больше года назад, и порошок, называемый PVP, наркотик амфетаминового ряда, входящий в первый список запрещенных ФСКМ веществ, как N-метилофедрон. Всего у задержанного было найдено 163,5 грамма этого самого N-метилэфедрона и 608 граммов курительных смесей. Уроженцу Донбасса, похоже, придется задержаться на Урале дольше, чем он изначально планировал. Незаконная перевозка с целью сбыта наркотических веществ в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Продолжая приподнятую на прошлой неделе тему об очередных антиалкогольных планах и законопроектах областного правительства, сильно прижимающих хвост разливанному морю пива, расскажем о продолжении турне по местам более или менее легальной торговли с жижиной дурью, которое недавно предприняли депутат законодательного собрания Илья Гафнер, попутно объяснявший намерением властей сильно ущемить и ограничить продажу разливного пива ни разу не полезного граждан нездоровью местной экономики, и известный борец со злом в ассортименте Дмитрий Чукреев, пошедший на повышение на пост председателя целого КГБ. Комитет гражданской безопасности совместно с партийным проектом «Народный контроль» посетил, среди прочих, и Алкоточку, которая так и называется «Алкоточка», и располагается прямо в жилом доме под номером 41 по улице Советской, что в ближайшем будущем может стать отягчающим, а то и решающим обстоятельством при решении судьбы подобных торжищ. Начало визита сразу было омрачено тем, что висело на стене, где-то в дальних глубинах самого дальнего угла, изображая из себя лицензию. На самом деле, якобы есть лицензия, это копия, мы видим, никакого заверения предприятиям нет, синие печати. И здесь бухгалтерии тоже нет, со стенда сняли. До 2019 года пишется, но на самом деле мы не видим. Так это или это все лишь серая копия. Сами знаете, как можно серым сенсором сделать. Организация, получая лицензию, она заканчивается, они голову не ломаем, просто сканируют, меняют последнюю цифру, допустим, стройки на пятерку. И уже лицензия не до 2013 года, а до 2015 года. И дальше продолжает работать. Когда приходят проверяющие, они показывают копию, и вопросы себе отпадают. Ну а очень много фактов выявляли, когда мы досконально проверяли, запрашивали информацию в министерстве. И министерство, только министерство нам смогло разъяснить, что данная лицензия уже закончена. Если у вас есть лицензия, на сегодняшний момент вы можете проживать. Но мы уходим с инициативой, чтобы помещение перед ним жилого дома запретить продажу. Смысл в том, что предполагается запретить продажу разливного пива в таких магазинах, вход в которые находится на той же стороне жилого дома, что и входы в подъезды. Смысл предельно ясен. Нельзя создавать облегченные условия приобретения бухла. Общая мировая практика как раз в том и состоит, чтобы наставить на этом пути побольше препон. Отнюдь не непреодолимых. Считается, и резон в этом есть, что на какой-нибудь стадии клиент просто плюнет на это дело и лень возьмет свое. Так что магазин, в который можно спуститься за бухлом, образно говоря, прямо в домашних тапочках, это неправильно. А часто ли приходят жители дома в калате, в тапочках? В тапочках два раза два было. В калатах ни разу не было. Для того, чтобы познакомиться с организацией торговли в еще одной подобной точке, далеко идти не пришлось. Только это была уже не алкоточка, а целый дом. Бухенхаус. И располагается он тоже в этом же жилом доме номер 41. Итого, три магазина, специализирующихся на алкоголе, в том числе крепком, в том числе и круглосуточно, на одну девятиэтажку. Давайте посмотрим вашу лицензию. Я тут работаю с теми, там нет, и не снять. У вас должен быть стенд. Давайте посмотрим. Я вас научу, как это делать. Вот смотрите, свидетельство, да? О постановке, свечи, регистрации, а где лицензия? А лицензии-то нет. Должна быть? Должна быть здесь. Смотрим, да? Уже третья точка в одном доме, лицензии нет. Действительно, бухенхаус какой-то. И если бы не личное знакомство с парой семей здешних, то автор этих строк легко бы поверил, что дом этот населен исключительно озабоченными гражданами, которым физически худо станет, если здесь останется только два магазина с бухлом. А если их не будет вообще, то они пойдут не в ближайшие нормальные магазины, а на штурм мэрии или какого-нибудь ее комитета, решающего, кому где и чем торговать в этом городе и получающего с этого дела соответствующий доход. Ну а доход, видимо, нехилый. А если предположить в порядке бреда, что часть его идет не только на нужды города, то становится понятнее, почему Екатеринбургский муниципалитет так отчаянно противится планам, заметьте, не полного запрета разливного пива, а всего лишь ограничению его. И всячески охаивает такие планы через массово информирующие средства, которые, наверное, в доле. Тогда граждан пытаются довести страшилки. Мол, если, как значится в проекте закона, запретить торговлю именно разливным пивом в течение двух часов до начала, во время проведения и в течение одного часа после окончания проведений на открытых площадках культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, в местах их проведения и на прилегающих территориях, то немедленно образуются десятки тысяч безработных, которые стройными колоннами пойдут на биржу труда с тем, чтобы получать там пособие и жить-нетужить на пять тысяч рублей в месяц. По логике этих товарищей, продавцы в ларьки подыскивают себе работу исключительно через службу занятости. А еще, если, например, нельзя будет торговать разливным в магазинах, встроенных в жилые дома так, что вход в них располагается на той же стороне, что и вход в подъезд, то от этого вмиг разорятся местные производители и пива, и того, что с ним продается. Убедимся в этом на конкретном примере. Тагильская. Тагильская, погружите, где? А вот у вас вот этот вот все, лимонад, хлебушка деревенский, этот кто поставщики все? Вот подписано, Алтайский край. Алтайский край, Омск, Домск. А вот именно наши произведения Свердловской области у вас присутствуют в магазине? Тагильская, но вы еще не успели повесить. Тагильского нет, а еще какого у нас есть в Свердловской области. Сейчас скажу. Патрового у нас есть? Что? Патров. Нет. И патровый. Так что плевал хозяин поилки на пивной местечковый патриотизм. Ну а заодно еще и на санитарию. Бутылки, которые разливаются, это пиво. Как они хранятся, в чем они упакованы, они не загерметизированы, никак не обработаны. То есть туда может попасть любая инфекция, любые бактерии. При наливании сюда напитка человек может просто отравиться. И какие последствия могут быть совершенно неизвестны. Поэтому мы считаем, что это хранение такой тары неприемлемо. Ее надо вообще исключить из оборота в нашей области и в стране в целом. Ну если вкратце, то примерно так. Обстоят дела накануне готовящегося ужесточения правил продажи разливного пива. Которые власти Екатеринбурга пытаются подать чуть ли не как 10 ножей в спину священной коровы малого бизнеса. Как вы не знали, что купить бочку пива и разлить ее это и есть малый бизнес? А вы наверное думали, что малый бизнес это как-то связано с производством хоть чего-то. С импортозамещением, фермерством и тому подобным. Упаси боже. Пивом надо банчить в каждом доме. Так и Россию с колен поднимем и кофе пить будем. Сегодня губернатор резко осадил одного из областных депутатов, который после доклада главы региона о первых итогах уходящего года затянул старую волынку. Дескать, ни к чему нам крупные проекты осуществлять. Пришло время сидеть на месте и не рыпаться и доедать последнее. В ответ губернатор предложил некоторым товарищам прекратить пустопорожную болтовню и подумать о нуждах людских. Давайте обратим внимание на наших людей. Не на вашу игру слов и болтовню, а реально на проблемы людей. Детские сады, заработные платы, медицинские учреждения, ЖКХ, строительство и вод квадратных метров жилья. Вот на это давайте обратим внимание. В 2015-м, который президент Путин объявил годом национальной борьбы с сердечными недугами, наша область начнет превращаться в территорию здоровых сердец. В кулуарах встречи представителей двух веток власти. Один из парламентария по этому поводу заметил, что сердечный вопрос, озвученный Евгением Куйбышевым, очень скоро станет очень актуальным для свердловчан. С таким ростом курса доллара, я думаю, это очень актуальная проблема. Сейчас очень много будет инфарктов, инсультов и вообще проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому, конечно, это актуальный вопрос. Действительно, надо будет помогать людям. Грядущие проблемы на финансовом рынке пока скорее воображаемые, чем реальные когтения, наступающие на пятки убегающего от страха человека. С точки зрения власти требует не сердечных капель, а здравого анализа и расчета. И потому, по поручению главы региона, о чем он сообщил сегодня на встрече с депутатами ЗАГСО, будет создана рабочая группа, которой предстоит постоянно держать руку на пульсе финансового самочувствия жителей области. Мы прошли уже, прошли два кризиса до этого. Сегодня есть необходимый набор знаний и компетенций, как противостоять этому. Сегодня мы заниматься будем мониторингом ситуации. И, безусловно, никто не говорит о том, что вот мы давайте сейчас все бросим и начнем срочно резать. Посмотрим, какие тенденции будут дальше. Главное от суеты не терять головы. И все у нас получится. Хотя поиски всем придется слегка подтянуть, полагают наиболее прагматичные депутаты ЗАГСО брания. Всем нам нужно будет затянуть пояса и очень сильно, и много работать. Кстати, о деньгах зарплатных. Губернатор Горноуральщины одним из первых в стране подписал указ о сокращении расходов на зарплату и себе, и всем членам регионального кабмина. По расчетам Минфина, это позволит сэкономить в 2015-м более полумиллиарда бюджетных рублей. Как выяснилось, не все чиновники муниципалитетов пошли дорожкой, проторенной главой региона. Екатеринбург в 2015-м будет тратить на мэра на треть больше, чем в этом году. Было 187 тысяч рублей в месяц, станет 250. Сити-менеджеру большого города повезло чуть меньше. Ежемесячные затраты на него составят 251 тысячу, пока они 226 тысяч. Итого всего в год на того и другого чиновника высокого ранга газона серого дома будет тратить более трех миллионов. В день Конституции в 7.45 утра на железнодорожном полустанке Сан-Доната на окраине Нижнего Тагила в запретку 12-й колонии строгого режима прилетел с воли абсолютно неконституционный сверток с мобилами. Метатель Ни Свет Ни Заря, появившийся возле колючего колониального забора, вероятно, пешком добрел из рудничного поселка Третьего Интернационала и после неудачного броска скрылся где-то в дремучем лесу. Гоняться за ним с собаками конвоиры не стали. Тем более, что запретная посылка, переброшенная через забор, на этот раз попала в нужные руки. В свертке, перебинтованном скотчем, оказались 9 сотовых телефонов. Не фельдеперсовых, совсем простеньких, тем не менее. С каждым годом число индивидуальных застройщиков, делающих выбор в пользу современных строительных материалов, обладающих заданными производительными свойствами, растет в арифметической прогрессии. Сегодня строителям уже не нужно мириться с трудоемкостью укладки кирпича, горючестью и подверженностью гниению дерева или промерзаемостью железобетона. Современные материалы в основном лишены всех этих недостатков. Иван, построивший этим летом дом на всех стадиях строительства, за исключением фундамента и кровли, использовал полистиролбетон. И даже плиты перекрытия подвала он выбрал из того же материала. Плита легче железобетонной в два раза, она уже утеплена. То есть, я когда считал, мне на железобетонные плиты, на сами плиты я бы денег потратил меньше, но на утепление потом в итоге затратился больше бы. Еще плюс доставка и монтаж тех плит, я бы больше денег потратил. Крупнейший производитель стройматериалов из полистиролбетона в Уральском регионе компания Пластблок реализует весь ассортимент изделий. Заливные пиленые стеновые и перегородочные блоки, перемычки, плиты перекрытия и товарный полистиролбетон для устройства стяжек и утепления кровли. Телефон в Екатеринбурге 268-0011, сайт в интернете plastblog.ru Через очень незначительный промышленок времени в нашей программе вполне себе симпатичный, неплохой, теплый, пригожий, грануральский климат, а также гастроль в Нижне-Тагильском СИЗО, следственном изоляторе, запашного с питомцем. Ну, запашного там ничем не удивить, все-таки полжизни прошла за решеткой, а вот питомцу надо привыкать. Сдесят пять. В Нижнем городе Тагиле, в тамошнем следственном изоляторе номер 3, совершенно неожиданно для непосвященных, но вполне ожидаемо для сотрудников, был замечен 10-месячный гималайский мишка по имени Тедди. И понятно, что он попал в СИЗО не за уголовное преступление, а был приведен за решетку в качестве гвоздя программы народным артистом России, дрессировщиком Мстиславом Запашным-младшим, представителем четвертого поколения цирковой династии Запашных, которой насчитывается аж 120 лет. А говорят, есть Запашные пятого поколения. Это дети Мстислава Мстиславовича, и их очень много. Вот у меня 8 детей, и я их также наказываю, потому что говоришь 5 раз, не ставить пальцы в розетку, да? Пока по кофе не дал или по пальцам не дал, да? То есть ребенок начинает понимать, что это нельзя. То есть, как так. Но разница в чем? Наказать вовремя, чтобы животное отклонило это, или же издеваться на животное. Это большая разница. Мстислав Запашный с гастролями и своими зверми находится в Нижнем Тагиле и принял предложение пенитенциариев провести творческую встречу в СИЗО. Но понятно, что не со всеми подряд, а только с сотрудниками и осужденными из отряда хозобслуги. Дабы не приходить в клетку... А СИЗО, если кто не знает, это одна большая клетка. Так вот, чтобы не приходить в клетку с пустыми руками, что бывает чревато, Мстислав Запашный, джуниор, взял с собой двух своих помощников и маленького гималайского медвежонка Тедди, которого ему предложили в Хабаровске. Какие-то приморские браконьеры на охоте подстрелили двух медвежат. Одного добрым людям удалось выходить, и они его сдали в цирк Запашных. И Тедди прижился. Уже делает первые шаги на публике и срывает бурные аплодисменты. Конечно, в этом репортаже можно было бы много и нудно рассказывать о Мстиславе Запашном, о его кузенах Аскольде и Эдгарде, которых можно часто увидеть на телеэкранах по разным поводам. Но, думается, о людях вы и сами сможете почитать, например, в той же Википедии. А вот как гималайский мишка Тедди поет и ловит мячик, такое не каждый день по телеку посмотришь. Мстислав Запашный с самого начала своего творческого вечера за колючей проволокой разрешил зрителям гладить медвежонка и задавать вопросы. Потому Тедди под занавес выступления выглядел значительно более гладким, а сотрудники и хозобслуга более информированными. Ну, например, а вы знали, что у Мстислава Запашного три шрама от диких зверей, в основном от его любимых тигров, и самый жесткий из них на голове? В Америке на гастролях тигрица через дрессировщика запрыгнула на слона и наступила лапой на голову человека. И вот тигрица пошла на слона. Я с собой перекрыл слона, чтобы не произошло нападение. Она остановилась передо мной, то ли секунды сделала разворот 360 градусов и с разворота прыгнула на слона, используя меня как тумбочку. То есть вот здесь передо мной пролетела челюсть эстера, передние лапы сквыкали, белая шерсть. Вот за это время, это секунды, даже меньше. Передо мной пролетнуло, я даже не могу вспомнить, что, но очень много. И первое, что надо сделать в этой ситуации, когда уже прыжок совершил. И когда я почувствовал, что задние лапы наступили мне на плечо и на голову, я среагировал, просто расслабился. И это меня спасло. Если бы я остался стоять туго, она бы просто сняла мне скамер. И напоследок о погоде, все по-прежнему, тепло, симпатично, в районе нуля. Вот так бы с нефтью и рублем. Средний рабочий день недели на Среднем Урале по нынешним временам и выглядеть будет весьма средним. Как вчера и позавчера, и как еще, наверное, с недельку в будущем. Налицо расплата за октябрь, который не починул, помучил нас декабрьскими морозами. Так что завтра от трех до семи. Замеченное вчера стремление Екатеринбурга обнулиться к выходным принимает, похоже, еще более радикальные формы. И за 10 дней до Нового года предполагается вообще круглосуточный плюс. К тому же уикенд грозится быть снежным, а то, глядивший дождливым. День ракетных войск, стратегического назначения, которым завтра стукнет 55 кодиков, наиболее тепло на Большом Урале встретит Сыктывкар. Ханты-Мансийск будет рекордно фригидным ночью, Салихард – днем. Но количество этих рекордных минусов для декабря в тех краях вызывает смех. Столько же, но с плюсами. Завтра в Париже и в Лондоне. В Риме еще больше, но у нас в Сочи все равно поболее, чем в Риме. По паре плюсов в обеих наших столицах. В Москве просто так, а вот в Питере по случаю 177-летия – зимнего пожара в Зимнем дворце. И завтра же 86 лет Леониду Броневому, который чуть не сыграл Гитлера, но делался шефом гестапо. Меня больше всего устраивает обращение Мюллер. Категорично, скромно и со вкусом. Вот и все, ребята, время нашей программы. К счастью, прошло к концу. Продолжайте нас смотреть, в том числе в интернете, в том числе у нас на сайте shownewstv.ru. Пока. Субтитры подогнал «Симон»